Уважаемые независимые партнеры и клиенты Гербалаев, я рада вас приветствовать сегодня на нашем очередном вебинаре, который посвящен активному долголетию. Этот второй вебинар из цикла «Время пришло». Напомню, что на прошлом вебинаре мы говорили совместно с Сьюзен Баурман и Луиджи Гратоном о том, как эффективно снизить вес и добиться хороших результатов. Если вдруг вы не видели этот вебинар, пожалуйста, обратитесь к вашему персональному консультанту, он обязательно подскажет, с чего начать, поможет добиться желаемых результатов. Сегодня мы с вами поговорим о том, как активно оставаться в своем режиме, как оставаться молодыми, красивыми на протяжении долгого времени. Героями нашего вебинара являются замечательные продукты Гербалайф, Найтворкс, Экстракаль, Роузгард, Гербалайф Лайн. Спасибо большое за то, что вы нашли время и присоединились к сегодняшнему вебинару. Прежде чем я передам слово эксперту, я проговорю несколько технических моментов. Запись вебинара обязательно будет в ближайшее время. Презентацию вы можете скачать уже сегодня. Заходите на сайт ru.myherbalife.com, выбирайте вкладку «Развитие бизнеса», далее «Материалы» и выберите фильтр «Вебинары». Там вы найдете все материалы, которые мы публиковали в последнее время. Я рада представить нашего эксперта. Это эксперт бренда Гербалайф по сбалансированному питанию Зухараша Риповна Павлова. Спасибо, что вы сегодня присоединились к нам и все очень ждут лекцию про наши замечательные продукты. Я думаю, что мы не будем долго томить наших слушателей. Пожалуйста, давайте начнем. Я рада приветствовать вас, Екатерина, и вас, дорогие друзья. И надеюсь, сегодняшняя информация будет и полезной, и интересной, и поможет вам в вашей работе. Итак, давайте начнем с самого первого. Ну, меня уже представили, я могу пропустить этот слайд. Я являюсь экспертом компании Гербалайф. Мы сегодня с вами будем говорить о том, как продлить активное долголетие, как защитить свою сердечно-сосудистую систему, что для этого нужно делать. Ну, начать я хотела бы с того, что все проблемы в организме человека с избыточной массой тела и с возрастом, это тоже приобретает то же самое значение, складываются из-за того, что накапливается большое количество избыточной жировой ткани. И вот на фоне этой избыточной жировой ткани или ожирения развивается то самое явление, которое дальше продуцирует все те проблемы, с которыми мы вынуждены бороться в каждой нашей ежедневной жизни. Это явление называется воспаление. И все те состояния, которые дальше развиваются в организме человека с избыточной массой тела, а это сахарный диабет и гипертоническая болезнь и так далее и тому подобное, они разовьются и будут прогрессировать ровно до того момента, пока каждый человек не задумается о том, как остановить этот процесс, как стать вновь здоровым или изначально поддерживать свое здоровье, если оно не было расшатанным. Как правило, отсутствием физической активности и несбалансированным питанием. Так вот, собственно говоря, в основе здоровья человека являются два вот этих фундаментальных столпа. Это правильное питание, оно должно быть фундаментальным, и это не диета. Питаться нужно правильно всегда, каждый день. И это физическая активность, которая тоже не должна быть раз от раза, два раза в неделю или так далее. Это должны быть ежедневные физические нагрузки. Они могут быть разными в зависимости от исхода, от той точки, с которой вы начинаете этим заниматься. Но они должны быть ежедневными и желательно разнообразными, такими же, как и питание. Давайте пойдем с вами дальше. Что, собственно говоря, помогает нам с вами поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. И сегодня мы много будем говорить о том, как поддержать здоровье сосудов, потому что сосудистую систему вполне можно сравнить с транспортной системой. Вот можно ли представить себе государство, которое будет экономически и в других областях успешным, если у него нет хороших, прекрасных, я бы сказала бы, дорог. Вот то же самое и с человеческим организмом. Если его сосудистая система повреждена, то все остальное будет страдать. Все абсолютно органы, будет нарушен метаболизм и так далее, тому подобное. Не будем в это глубоко погружаться. Важно знать, что не только сердце нужно защищать, но нужно защищать и свои сосуды. Что делает наши сосуды здоровыми? Конечно же, это благодаря экспертам, в том числе компании Гербалайф, теперь это известно всему миру, это оксид азота. Оксид азота делает сосуды не только гибкими и здоровыми. Этот газ позволяет расширяться сосудам в тот момент, когда это должно происходить. Он позволяет краснообжаться органам, обмениваться продуктами метаболизма или доставлять кислород в различные органы и ткани. И еще он помогает, вот эти вот здоровые сосуды помогают нам поддерживать не только здоровье, но и контролировать наш вес. Идем с вами дальше. Я сказала, что благодаря экспертам компании Гербалайф, а в частности это Луи Игнара, Нобелевский лауреат, известный всему миру человек, благодаря ему и его коллегам, была выяснена, обозначена роль оксида азота, его фундаментальное значение в здоровье человека и сердечно-сосудистой системы. И на сегодняшний день мы знаем, что оксид азота помогает не только расслабляться стенкам сосудов, он помогает улучшать кровоснабжение, поддерживать нормальное кровоснабжение сердца, прежде всего. Потому что это не только мотор, который качает кровь для того, чтобы обеспечить обмен веществ во всех органах, но в нем самом, в мышце сердечной тоже происходит обмен недоокисленными, переработанными продуктами и получают вновь те ткани, те продукты, в том числе кислород, который нужен для его дальнейшей работы. А еще оксид азота помогает не воспаляться, образно говоря, сосудистой стенки и поддерживать ее здоровье, в том числе для того, чтобы она могла продолжать вырабатывать тот самый оксид азота. Почему этот газ так важен? Вообще оксид азота — это очень многоликая структура. Это и, как бы это обозначено, это вещество, которое способно играть противоположные роли. Он может выступать и в качестве оксиданта, и в качестве антиоксиданта. Без него невозможна жизнь вообще в целом. В зависимости от того, приходит ли достаточное количество сырья для того, чтобы выработалось нужное количество оксида азота, он выработается в том или ином количестве, способна ли стенка из этого сырья, эндотелиальная стенка, вырабатывать оксид азота. Очень много факторов, которые обеспечивают нам достаточное количество этого вещества. Мало того, это вещество крайне недолговечно в нашем организме. Практически каждые 6-7 секунд это вещество производится и разрушается. И для того, чтобы этот процесс был перманентным, чтобы мы не оставались в дефиците без этого вещества, потому что иначе нарушится огромное количество реакций, нужно, чтобы предшественники, иначе говоря, сырье для выработки этого вещества всегда было в нашем организме, а не от случая к случаю. Так вот, собственно говоря, что нам дает возможность вырабатывать оксид азота? Я уже сказала, это, прежде всего, здоровая стенка сосудистая и наличие вещества, сырья, которое даст нам возможность выработать, собственно говоря, ЭНО. А сырьем для выработки оксид азота является элергенин. Вот, собственно говоря, тот продукт, о котором мы сегодня будем говорить, и не только о нем, именуется Найтворкс. Создан он в том числе под руководством из подачи, возможно, Луи Игнары. И содержит он достаточное количество элергенина, чтобы обеспечить суточную потребность в нем, в самом, в этом элергенине для производства ЭНО. Кроме того, что элергенин дает нам возможность выработать оксид азота, обеспечить здоровые сосуды и сердце, мы еще должны помнить, что это же вещество нам нужно для того, чтобы выработать гормон роста. Без этого вещества не происходит обновление тканей, и те клеточки, которые, в том числе и в сосудистой стенке, которые рано или поздно должны быть заменены на новые, происходят это потому, что достаточно поступает элергенина. Кроме элергенина в состав Найтворкс входит неаминокисловещество L-цитрулин. Это, собственно говоря, предшественник элергенина, и таким образом два компонента помогают подстраховывая необходимость поддерживать нужное количество исходного вещества для синтеза ЭНО. Кроме того, что в Найтворкс входит элергенин и L-цитрулин, в этот же состав входит и такое вещество, как таурин. Это крайне необходимая структура, которая очень благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. И еще таурин обладает способностью к восстановлению, так называемая регенерация ранозаживления. В каждый момент в нашем организме какая-то часть клеток гибнет, какая-то часть образуется. Чтобы все эти процессы проходили без последствий, скажем так, нездоровых, таурин помогает восстанавливать все то, что утеряно, без каких-то очевидных проблем. Кроме того, что я перечислила наличие L-цитрулина, L-аргинина и таурина, в Найтворкс входит еще несколько крайне важных веществ. Это витамин Е, фолиевая кислота. Это два вещества, которые можно отнести и к антиоксидантной системе. И у каждого из них есть еще масса жизненно необходимых функций. Они являются своего рода такими ключиками к ряду ферментативных процессов, которые запускают эти ферментативные процессы. Фолиевая кислота – это представитель витаминов группы В, жизненно важная субстанция, которая должна присутствовать в должном количестве, как говорили в древнем Риме, квантум сати, столько, сколько нужно, на постоянной основе. И без этого вещества нарушается метаболизм важнейших аминокислот. И если фолиевой кислоты не хватает, то могут развиваться крайне негативные последствия, вплоть до таких вот мутагенных эффектов. Токоферол или витамин Е – это один из мощнейших антиоксидантов, которым нас одарила природа. И этому веществу отдана роль на восстановительные реакции, которые по мощности превосходят действия полинасыщенных жирных кислот, о которых мы тоже сегодня будем говорить. И они раньше полиненасыщенных жирных кислот, витамин Е, он раньше вступает в реакцию по предотвращению избыточного накопления окислителей при метаболизме жиров. Для наших с вами клиентов, людей, которые теряют вес, выздоравливают, это жизненно необходимые субстанции, потому что в зависимости от наличия или от отсутствия этих веществ в организме, процесс может пойти либо по здоровому, скажем так, пути, либо он приобретет роль такого патологического. Поэтому я бы хотела, чтобы у вас сложилось абсолютно четкое понимание, что каждое из этих веществ необходимо, оно играет свою ключевую роль, а в комплексе они потенциируют, усиливают положительное действие друг друга и в тот же момент снижают или нивелируют полностью какие-то негативные воздействия. Давайте продолжим дальше. Когда я сталкиваюсь с тем, что кто-то сидит на диете или кто-то использует какие-то варианты исключения белков, жиров или углеводов, это всегда вызывает у меня ощущение такого желания помочь человеку выйти из этого заблуждения. У нас нет ничего лишнего. Нам нужны и белки, и жиры, и углеводы. И жирам мы сегодня посвятим немножко внимания, потому что это такая же жизненно важная субстанция для нашего организма. И при исключении любого из этих компонентов мы обязательно получим развитие чего-то негативного. Так вот, больше мы сегодня будем говорить об омега-3, это полинасыщенные жирные кислоты, на долю которых при здоровом питании должно приходиться не меньше 70%. 30% мы отводим на животные жиры и 70% вот на вот эти вот полезные, крайне необходимые, полиненасыщенные жирные кислоты. Наверное, вы тоже часто сталкиваетесь с тем, что так вот немножко легко и в совокупности перечисляют омега-3, 6, 9. Омега-6 очень много во всем том, что мы едим. Омега-6 много в растительной пище, в животной пище. Омега-6 много в растительной животной пище. А омега-3 это те эссенциальные жизненно необходимые кислоты, которые не вырабатываются в нашем организме и могут быть только доставлены с продуктами питания или с продукцией компании Гербалайф. Почему такой акцент на омега-3? Важно понимать, что омега-3 это противовоспалительные полиненасыщенные жирные кислоты. И для людей, которые рее борются с избыточным весом, для людей, которые хотят сохранить свое здоровье, для людей, которые хотят продлить свою молодость, это субстанции, без которой всего этого невозможно будет достичь. И еще очень важно понимать, что омега-3 растительное и животное происхождение, ну, как правило, это продукт из рыб морских, глубоководных, очень разная биологическая активность растительной и животной омеги. Для чего, почему так важна омега-3? Омега-3, еще раз, это противовоспалительная омега-кислота. То есть она помогает нам бороться с тем явлением, из которого крайне сложно вырваться самому. И сложно это потому, что воспалительный процесс, он самоподдерживающийся. Когда развивается воспаление, оно, как правило, начинается в адипоцитах, в клетках жировой ткани. И когда их становится много или и они избыточны по размеру, они начинают выделять вещества, которые и провоцируют развитие воспаления. Так называемый каскад воспаления. Так вот, если в организме человека достаточное количество омега-3, то этот воспалительный процесс не перерастет из локального в системный. Почему так опасно развитие системного воспаления? Потому что оно само себя поддерживает. И из этого круга крайне сложно вырваться. Мало того, что воспаление само себя поддерживает, оно еще способствует увеличению жировой ткани. Поэтому омега-3 – это те кислоты, которые должны быть на страже вашего здоровья каждодневно. Не нужно делать никаких перерывов. Нет ситуации, когда эта омега-кислота не нужна в организме, когда вы можете обойтись или накопить эти вещества. Это такая же необходимость, как пить воду каждый день и в должном количестве. Вот, собственно говоря, для того, чтобы восполнить омега-3 при помощи продукта Гербалайфлайн, достаточно употребить в сутки три капсулы. Важно не запивать это вещество ни чаем, ни кофе. И потреблять, как я уже это сказала, регулярно. Важное замечание после еды. И что еще важно отметить в отношении Гербалайфлайн? Гербалайфлайн имеет компоненты в структуре своего продукта, которые препятствуют ощущению такого не очень приятного рыбьего жира, такой послевкусия. Использование растительных экстрактов, веществ, которые входят в состав Гербалайфлайн, исключает этот момент. И для многих людей это не просто полезное свойство, а необходимое. Потому что послевкусие рыбьим жиром мешает жить, портит качество этой жизни. Так вот, для того, чтобы поддержать здоровыми сосуды и сердце, мы с вами имеем уже два хороших продукта. И я надеюсь, у вас сложилось впечатление о необходимости этих веществ. И, может быть, сложилось понимание о важности того, для чего они нужны и как они работают. Так вот, если вы употребляете в регулярном таком режиме и Гербалайфлайн, иначе говоря, полинасыщенные жирные кислоты, и Найтворкс, который помогает вам обеспечить здоровые сосуды и сердце, то ваша сердечно-сосудистая система находится в большей безопасности, чем если бы вы не делали этого или делали это нерегулярно. Еще хотела бы заметить еще одно очень важное качество Гербалайфлайн и Найтворкс, и прежде всего Найтворкс в данном аспекте, это то, что именно это вещество, именно возможность достаточного количества синтеза окиси азота дает возможность человеку, мужской половине, улучшать качество своей жизни. Давайте продолжим с вами дальше. Кроме таких важных продуктов, как Найтворкс и Гербалайфлайн, мы сегодня будем говорить еще об одном очень важном продукте, который именуется экстракаль. Из самого названия понятно, что в него входит важнейший макроэлемент кальций. И не только он, это такой сбалансированный, очень полноценный продукт. Я постараюсь донести до вас, почему я подчеркиваю, делаю акцент на том, что этот продукт полноценный. Потому что это не только кальций, и все остальные продукты подобраны таким образом, что без друг друга они неэффективно будут работать. И в тот же момент в компоновке друг с другом они дают максимально полноценный положительный эффект и нивелируют возможные негативные реакции друг друга. Наш организм устроен крайне мудро. Любое вещество, оно всегда неоднозначно. Любой из препаратов, продуктов, веществ имеет как положительные стороны, так и отрицательные. И эти же отрицательные стороны все равно несут пользу для организма, если они используются разумно. Собственно говоря, что я имею в виду? О значении кальция, конечно, важно сказать и нужно. Я коротко скажу об этом. Во-первых, это тот источник, тот макроэлемент, который дает возможность формироваться нашим костям. Весь наш скелет, это 99% кальция. Это в среднем полтора килограмма у мужчин и около килограмма в женском организме. 99% кальция находится в скелете. Еще он имеет место быть, этот макроэлемент, в крови и в каждой клетке. За счет кальция возможно само по себе движение. Иначе не было бы возможности сокращаться клеточкам, не было бы возможности проведения нервного импульса. Мы были бы обездвижены, если бы не был механизм заложен таким образом, что в нем участвует кальций. И этот кальций не был бы нам доступен. Так вот, для того, чтобы кальций был усвоен, допустим, мы его едим постоянно, полноценно, в виде хороших продуктов, продуктов компании Гербалай в том числе, нужно, чтобы он еще был усвоен и попал в те зонные мишени, где он должен работать. Вот, собственно говоря, для этого работает витамин D, D3, иначе его называют D-гормон. Так вот, именно D обеспечивает синтез белка, который способен захватить кальций и доставить его до зон его работы. И D3 входит в состав экстракаль. То есть никому не нужно дополнительно принимать к приему кальция еще где-то D3. Он есть в одной и той же таблетке-капсуле. Кроме того, что в состав экстракаля входят кальций и D3, в него входят еще жизненно необходимые микроэлементы, такие как медь, цинк, марганец. Все эти микроэлементы так или иначе участвуют в ферментативных реакциях в организме, в большом количестве этих ферментативных реакций. Они выступают своего рода таким ключом для того, чтобы эта реакция случилась. Кроме того, цинк и медь входят в состав самого активного антиоксиданта в организме. Его фракции внутриклеточные. А марганец входит в состав этой же фракции, этого же самого мощного антиоксиданта, но уже который работает внутри такой клеточки, как митохондрий. И понимая, что у человека худеющего, у человека, пытающегося сберечь свое здоровье, как можно на большее количество лет, без этих микроэлементов ничего этого нельзя достичь, потому что в нашем организме каждую секунду, каждую минуту происходит реакция окислителей и восстановителей, то есть антиоксидантов. И если не будет достаточного количества сырья, тех самых микроэлементов и макроэлементов, то этот баланс очень легко сдвинется в сторону окислителей, и жизнь потечет совершенно по другому пути, не тому, к которому мы все с вами стремимся. Давайте попробуем сопоставить то количество продуктов, которые бы нам пришлось употребить, для того, чтобы восполнить суточную дозу кальция. В среднем это около 1000 мг в сутки. Так вот, чтобы нам с вами получить такое количество кальция, мы должны были выпить, по некоторым данным, около 600 мл молока, есть источники, которые дают не меньше литра, или съесть 4 чашки брукколи. Я думаю, что никто не способен этого делать, с молоком, может быть, это полегче, но вот такое количество брукколи можно съесть сутки-двое, и в последующем от отвращения до невозможности употребления у любого человека возникнет априори. А вот для того, чтобы избежать этих сложных ситуаций и не менять, не ухудшать качество своей жизни, можно использовать всего 3 таблетки экстракаль и получить 100% суточную дозу кальция и тех микроэлементов, которые я перечисляла, цинк, марганец и магний, медь. И, кроме того, вы получите то количество витамина D, которое поможет вам быть здоровым и обеспечит полноценный метаболизм в вашем организме. Важно еще упомянуть, что в мире существует ряд таких зон, стран, областей, где D3 вырабатывается крайне плохо и крайне мало по времени в течение года. Что касается Российской Федерации, вот ее центральной зоны и Москвы в том числе, то мы находимся в этом плане в таком немножко ущербном состоянии. Мы не можем естественным образом полноценно синтезировать в своем организме этот гормон, этот витамин. Ввиду того, что высота солнцестояния и качество лучей, длина волн ультрафиолета не позволяют нам вырабатывать этот гормон регулярно. Мало того, надо быть честным, мы не находимся в таком количестве на свежем воздухе на улице. У нас не всегда открыты участки кожи для того, чтобы выработать этот гормон. Мы большей части находимся, конечно, в помещениях, в машинах, еще где-то. Поэтому если не принимать регулярно, не использовать это вещество, то рано или поздно мы обязательно получим соответствующий результат в развитии ряда заболеваний. Поэтому не стоит ни экспериментировать, ни пробовать делать это, пытаться жить каким-то таким... Есть такие сейчас новомодные тенденции, интуитивное питание, естественный образ жизни. К сожалению, природа заложила для каждого из нас механизм какого-либо, скажем так, ухода. Вот чтобы не только жить долго, но жить еще и качественно, с хорошим качеством этой жизни, всего-навсего нужно употреблять те продукты, которые максимально, скажем так, грамотно или с таким хорошим фундаментальным знанием механизмов работы нашего организма составлены. И, собственно говоря, это поможет вам оставаться здоровыми или восстановить свое здоровье. Все то, что перечислено на этом слайде, это состав экстракаль, я уже рассказала, давайте еще раз пройдемся. Это кальций, это основа этого препарата. Это Д3, который обеспечивает его усвоение и возможность функционирования. Это магний, это медь, это цинк и это марганец. Магний – это тот микроэлемент, который обеспечивает нам не только, все мы знаем, нервномышечную проводимость, он также является участником ферментативных реакций, в которых производятся нейромедиаторы, вещества, которые передают от клеточки к клеточке нервный сигнал и обеспечивают работу нервной системы. Что еще очень важно знать, что кальций помогает не только поддерживать здоровый скелет, но это же вещество обеспечивает огромное количество различных процессов в организме. Без него, как я сказала, не сокращаются никакие мышцы, а мы помним, что сердце – это тоже мышцы, это своего рода такой мотор, и возможность сокращения каждой клеточки, расслабление или, наоборот, сокращение – это тот процесс, которым огромную роль или самое непосредственное участие занимает кальций. При помощи кальций точно так же проводятся импульсы по нервным клеточкам. Можно до бесконечности перечислять те функции, которыми обладает этот макроэлемент. И важно помнить, что, несмотря на то, что большое его количество находится в своего рода в таком запасе, если он не будет поступать регулярно, то эти запасы начнут тратиться. В зависимости от масштабности использования связанного кальция в костях, эти косточки начинают менять свою структуру, в них уменьшается плотность, и это может приводить к очень большим серьезным последствиям, с которыми хотелось бы, чтобы никто из вас не сталкивался. Еще один очень важный продукт, о котором мы будем сегодня с вами разговаривать, это продукт, такой полноценный антиоксидант, хотя и предыдущие тоже обладали этим свойством, но иначе Росгард создан именно для того, чтобы постоянно быть в хорошем балансе с окислительной системой и иметь большую армию восстановителей или антиоксидантов, которые препятствуют крайне негативным последствиям избыточного количества свободных радикалов кислорода. Так вот, что из себя представляет Росгард? И вообще, может быть, почему компания пришла к выводу, что необходимо разработать такой продукт? А связано это с тем, что одна из теорий старения основана на том, что в крови человека, в организме человека появляется большое количество свободных радикалов, которые приводят к крайне негативным последствиям, вплоть до самых серьезных, когда разрушается молекула ДНК, и это ускоряет старение и приводит, собственно говоря, к плачевным последствиям. Что входит в состав таблетки Росгард? Ну, прежде всего, это, конечно, экстракт розмарина, кроме того, это экстракт корня куркумы, брокколи, моркови и капусты. Коротко о каждом из этих веществ. Экстракт розмарина является одним из, наверное, одним из самых сильных антиоксидантов, которые мы можем получить из растительных продуктов. И переоценить роль антиоксидантов в нашем организме сложно. С учетом того, что человек сейчас вообще живет не в очень физиологических для него условиях, это связано и с нарушением режима дня, когда у нас большое количество людей засыпает значительно после полуночи, просыпается в любое время утра или уже дня, когда употребляются те продукты, которые не должны были поступать, по сути, в организм человека с большим превалированием простых углеводов и жиров низкого качества. Вот окислительный стресс приобретает вот такой лавинообразный характер. И так как мы, еще раз говорю, повторяюсь, мы живем в нефизиологических условиях, и наша система не рассчитана на противодействие вот такой армии окислителей, то мы должны соответствовать тому, что сейчас происходит, и использовать антиокислители, в том числе и растительные, и пищевые, в том количестве, чтобы противостоять и поддерживать баланс в пользу антиоксидантной системы. Так вот, розмарин предоставляет нам такую возможность, способствует выработке одного из самых сильных антиоксидантов в нашем организме. И, возвращаясь к экстракалю, напоминаю, что с участием меди, марганца и цинка этот антиоксидант вырабатывается в должном количестве и помогает нам оставаться здоровыми и молодыми. Кроме того, что брокколи, куркума, морковь, капуста содержат те же антиоксиданты, в том числе и ликопин, мы с вами знаем о нем из продукта томатный суп. Я тоже неоднократно об этом рассказывала. Употреблять этот продукт тоже нужно так же регулярно, как и полиненасыщенные жирные кислоты, как и Найтворкс, и все то, о чем мы сегодня с вами говорим. Так вот, если подвести итоги, то для того, чтобы быть здоровым, нам с вами нужно всего-навсего стоять на трех китах, как это всегда было, да, в основе что-то с цифрой 3. Так вот, нам нужно быть физически активными постоянно. Это не диета, которая от чего-то до чего-то, месяц, неделю или там с какой-то другой регулярностью, это должно быть каждый день, фундаментально. Мы должны точно так же фундаментально правильно питаться. И с учетом того, что мы с вами знаем, в каких условиях мы живем, как сильно меняется жизнь современного человека, мы должны употреблять те продукты, именно, ну, в том числе желательно те, о которых мы сегодня с вами говорили, на регулярной основе. Иначе мы обязательно с вами будем терять эффект какого-либо из этих компонентов, что, собственно говоря, будет приводить к негативным последствиям. Я очень признательна вам за внимание. Я так понимаю, у нас есть вопросы по сегодняшнему вебинару, и я буду рада ответить на них. Захара Шрибовна, спасибо большое за такую потрясающую лекцию. Мы действительно переходим к второй части нашего вебинара, к вопросам. Хотела вам еще раз напомнить, что сегодня с нами эксперт бренда Гербалайф, по сбалансированному питанию, кандидат наук, автор и соавтор более 20 научных публикаций, постоянный участник российских и международных конференций Захара Павлова. Спасибо. Прежде чем переходим к блоку вопросов, хотела напомнить, что продукты Гербалайф не являются лекарственными средствами, поэтому не оказывают лечебного эффекта. Вопросы, связанные с различными заболеваниями и консультациями, к сожалению, озвучиваться не будут, потому что каждому человеку нужен персональный подход. Дальше попрошу вас писать ваши вопросы не в общем чате, а во вкладке «Вопросы». И мы перейдем к первому вопросу. Как грамотно рекомендовать наши продукты людям, которые старше 60 лет? Что можете посоветовать? Мы как раз именно об этом сегодня говорили, что для того, чтобы поддержать активное долголетие, как раз и нужны эти продукты, потому что медицина шагнула достаточно далеко сейчас, люди живут долго. Но важно ведь не только количество, продолжительность этой жизни, очень важно быть и себе в радость, и никому не в тягость, а для этого надо быть здоровым. Вот физиологично так заложено в механизме нашего организма, что с возрастом увеличивается и количество жировой ткани, и, соответственно, оксидантов. К сожалению, это правда. Вот для того, чтобы противостоять этим процессам, нам нужно употреблять те вещества, которые уже значительно хуже вырабатываются, да, в таком вот немножечко истощенном человеческом организме с возрастом. И это своего рода такая поддержка, которая будет помогать восстанавливаться тому, что утрачено, ну, в какой-то степени, в зависимости от возраста и состояния человека, и противостоять тем ежедневным агрессивным молекулам, оксидантам в нашем организме, которые приводят к всяким, к сожалению, патологическим процессам. Азухараш Репутин, скажите, пожалуйста, вот в 60 лет, вот нужно начинать в 60, или нужно задумываться о качестве жизни раньше, насколько раньше, нужно начинать в 50, или вот уже в 25, пора бы об этом задуматься и начать действовать. Мне еще понравился ответ одного из известных педагогов в нашей стране, когда его спросили, а с какого возраста надо воспитывать детей? С трех лет еще не рано или не поздно? Вот он сказал, что воспитывать надо еще до того, как ребенок родился. Вот здоровье надо сохранять с самого начала. Конечно, на первом этапе это родители, это очень важно, как мама даже питалась в то время, когда она вынашивала своего ребенка, и как она его кормила в первые годы его жизни. Но когда становится человек самостоятельным, чем раньше он начнет жить так, как положено человеку, тем лучше. Если человек это осознал в 60 лет, то не нужно откладывать это на завтра. А тут вот хочется привести Далай-Ламу. Вы никогда не сможете сделать вещи два дня в году. Ни завтра, ни вчера. Только сегодня. Поэтому начинать надо прямо с сегодня. В тот момент, когда вы осознали, тогда и начинайте. Но чем раньше вы начнете это делать, тем большей позиции, с лучшей позицией вы начнете. Потому что лучше сохранить то, что есть, чем пытаться вернуть утраченное. К сожалению, это почти никогда невозможно. Друзья, время пришло заботиться об активном долголетии. Собственно говоря, тема нашего сегодняшнего вебинара. Поэтому никогда не поздно. И чем раньше начнете, тем лучше будет. Очень многие независимые партнеры, клиенты Гербалайфа интересуются вашими любимыми продуктами. Я знаю, что у вас большая линейка. Но может быть, вы выделите какие-то продукты, которые вам любимы больше всего? Я люблю батончики. Они у меня есть везде, в машине, дома, на работе. Но, к сожалению, они очень быстро заканчиваются. Потому что не только я их употребляю. Я люблю угощать людей, которые голодные. И вот они пытаются что-то перехватить. Я им говорю, пожалуйста, не делайте этого. Давайте я вам сейчас дам одну очень прекрасную вещь. Она и вкусная, и крайне полезная. И вот когда люди начинают есть батончик, они удивляются, это же шоколадка. Как же так? Так вот, что касается, что коктейлей, что батончиков экспресс или протеиновых, здесь всё это очень благостно, так замечательно скомпоновано. Оно и вкусно, оно и полезно. Поэтому я совершенно так с удовольствием, мне нравится даже немножко играть. Я говорю, закройте голоса, откройте. Они ждут от меня всё, что угодно, но только не чего-то вкусного, напоминающего шоколадку. Из детства причём. Вот. И потом, когда я объясняю, что это ещё очень полезно, конечно, восторг, как правило, переполняет людей. А в своё время моя история с Гербалафь, я как-то уже рассказывала на экстраваганде, началась с преодоления скепсиса. И я думаю, что вы все знаете об этом и преодолеваете его ежедневно. Мне очень понравилось, как Леон Вайсбейн сказал, что нет в мире людей, которые бы так много раз слышали это слово «нет». Поэтому, мне кажется, всё, что здесь делается, и вообще компании, и вот я активно участвую в этом, потому что нам хочется вам помочь, дать вам какие-то вот такие хорошие орудия в руки, образно говоря, и придать вам сил тем, что мы понимаем и поддерживаем вас, и тоже преодолеваем то же самое, но делаем это совершенно спокойно и уверенно, потому что мы знаем, какого качества продукты мы рекомендуем, что нет никаких сделок с совестью, что мы и сами это употребляем. И вот мне, что помогло в своё время преодолеть этот скепсис, Алла Васильевна Шилина, вы все её знаете, это прекрасный человек, это мой друг, фундаментально образованный человек. И когда я впервые увидела, что она употребляет этот продукт, я не могла отмахнуться от её рекомендации, ну, потому что я что-то слышала негативное. Я села и начала изучать. Она мне очень в этом помогла, она мне давала литературу, мы как-то сходили в клуб в Москве, клуб «Гербалайф», и я ещё и поняла, какая это важная социальная программа и ответственность за людей, которые, ну, не очень нужны, да, кому-то другому, к сожалению, и, может быть, иногда и государству. И вот здесь вот поддерживается всё. И их здоровье, и их социализация, и их обучение. Ну, вот, собственно говоря, поэтому я с удовольствием употребляю вообще продукты «Гербалайф». А что люблю? Батончики, коктейли. Я употребляю «Гербалайф Лайн». Мне очень нравится этот продукт, в том числе потому, что я не чувствую того, именно о чём я говорила. И ощущение рыбьего жира, оно крайне неприятное. Оно меняет вообще вкус любой пищи, которую ты принимаешь. И если у человека есть какие-то сложности, скажем так, с желчевыводящей системой, то употребление полинасыщенных жирных кислот, как правило, сопровождается вот этим послевкусием. Оно мучительное. У всех по-разному, но вот и вот те экстракты, которые используются в «Гербалайф Лайн», они препятствуют этому ощущению, оно не возникает. И это облегчает жизнь и делает меня здоровее. Что ещё? Экстракаль. Экстракаль, на мой взгляд, вот все продукты созданы с таким очень глубоким знанием. Так как я сама любитель, да, вот такого всего очень глубокого, то когда я вижу, у меня такое приятное головокружение в голове, что я понимаю, что одной капсулы я получаю сразу так много, иначе бы у меня была такая приличная горсточка. Вот, поэтому эти продукты я тоже употребляю. Может быть, я не использую «Найтворкс» так часто, как рекомендую другим, но это в силу возраста, моего хорошего, скажем так, соматического здоровья, постоянной физической активности. Я с детства занимаюсь спортом, продолжаю это делать сейчас, поэтому сосудистая система у меня в очень приличном состоянии. Но как только я перейду за, скажем так, уровень тех возможностей, которые дает сравнительно молодой возраст, я буду употреблять его точно так же, как рекомендую другим, на постоянной основе. Спасибо большое за теплые слова, за любовь к нашим продуктам, к компании. Мы очень гордимся, что вы тоже с нами и являетесь нашим экспертом. Спасибо, очень легко любить компанию «Герболайф», потому что вот и рекомендации мои честные, и спокойно моя душа и совесть, и мне очень нравятся отношения, которые в этой компании, атмосфера. Зухра, вы упомянули продукт «Найтворкс», и у нас есть очень интересный вопрос относительно свойства продукта при курении. Вот если человек курит и употребляет «Найтворкс», вот как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Вот, на мой взгляд, тут все очень просто. Человек, который курит, вообще очень плохая привычка, я бы ему рекомендовала от нее отказаться, но с учетом того, что мы сейчас имеем, он курит. В его организме оксидативный стресс выше, чем у человека, который не курит. Даже если, предположим, у него нет избыточного веса по жировой ткани, поэтому ему «Найтворкс» показан, ну, обязательно. И даже если он бросит курить, прислушается, через какое-то время бросит, то ему «Найтворкс» надо употреблять постоянно, потому что его сердечно-сосудистая система повреждена. Вряд ли человек курил какой-то короткий период времени, как правило, это длинный стаж большой. Поэтому для него «Найтворкс» необходимый продукт на ежедневной основе для того, чтобы компенсировать имеющийся оксидативный стресс или последствия уже сложившиеся. По поводу употребления продуктов и дозировки, хотела вам напомнить, чтобы вы придерживались рекомендаций, которые указаны на этикетке. У нас очень много таких вопросов, поэтому прежде чем ставить какой-то продукт в рацион, посмотрите этикетку, и там написано и дозировка, и время приема. Давайте придем к следующему вопросу. По поводу омега-3. Вот мы с вами разговаривали про Гербалайфлайн. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то норма употребления жиров в рационе? Какой норме нужно придерживаться? И нужно ли эту норму соблюдать? Мне кажется, есть такие очень важные какие-то точки реперные, которым лучше следовать и знать вообще об этом во всем, что в сутки человеку жиры вообще нужны обязательно. И в сутки их желательно употреблять не меньше 70 грамм. Но еще более важна пропорция этих жиров, потому что животных жиров надо есть немного. Их должно быть 30% от общего количества. А вот 70% – это полиненасыщенные жирные кислоты. И если соблюдать этот баланс, то человек не будет испытывать недостатка ни в том, ни в другом элементе. И это крайне благостно сказывается на его здоровье. А вот вы сказали, что в среднем 70 грамм нужно употреблять. От чего это зависит? Это зависит от исходного состояния человека, от физической его активности. Потому что если мы целый день сидим в офисе, в кресле, то у нас энергопотребности значительно меньше. И потреблять нам энергетических веществ тоже нужно меньше. Если человек занимается активным физическим, или уж, упаси бог, тяжелым физическим трудом, то это количество возрастает. Иначе он будет испытывать дефицит в этих жизненно важных субстанциях. И это скажется на его здоровье. А вот по поводу кальция. Я слышала, что людям, которые активно занимаются спортом и, в принципе, ведут активный образ жизни, или какие-то физические нагрузки большие, работа связана с физической нагрузкой, им рекомендуют и кальций следить за этим веществом в рационе и увеличивать эту норму. Это правда? Вот мне очень нравится подход, который использовали в Древнем Риме. Там говорили, квантум сатис, столько, сколько нужно. Кальция достаточно много в продуктах питания. Но мы уже с вами сегодня говорили, кто-то вообще не пьет молоко и не употребляет кисломолочные продукты. Съесть 4 чашки брокколи почти невозможно, во всяком случае, каждый день. Поэтому 3 таблетки экстракаль – это то, что однозначно избавит вас от дефицита этого вещества. И еще его достаточно много в запасе вообще в организме. Но чтобы не расходовать запас, нужно на ежедневной основе восполнять тот возможный дефицит, который возникает в процессе метаболизма. Вот, собственно говоря, если употреблять 3 капсулы, 3 таблеточки экстракаль, то дефицит будет точно абсолютно восполнен. Если человек занимается какими-то серьезными физическими нагрузками, то, скорее всего, он находится под контролем профессиональных людей, которые рассчитают индивидуальную дозу с учетом вообще его здоровья, потребностей и так далее, и она может быть скомпенсирована. Обычным людям с нормальными физическими нагрузками это количество абсолютно точно достаточно. Понятно. Так, какие у нас еще есть вопросы остались? Про, опять снова, вопрос про омега-3, про продукты, в которых содержатся эти полинасыщенные жирные кислоты и просят назвать именно растительные источники омега-3. Растительные источники – это лен, это рапсовое масло, кунжутное масло. Там этих веществ больше, чем в других, допустим, тех же маслах или растительных источниках. Но я уже говорила и повторюсь, что растительная омега очень существенно уступает животной по биологической активности и невозможно съесть такое количество масла, не перебрав по калориям, чтобы восполнить дефицит омега полиненасыщенных жирных кислот. И, на мой взгляд, этого не нужно делать, потому что есть более доступный и абсолютно безопасный вариант, чем использовать растительные масла. Одна столовая ложка – это полноценный обед по калориям. А наесть с этим нельзя. Вот так вот. И омега-3. Ложку масла выложил, и все. И остался без гречки и курица. Да, это очень калорийно. Ну, для среднестатистических людей. Да. Очень интересный вопрос. Благодарим наших участников вебинара. Какие дополнительные рекомендации по употреблению гербалайфа вы дадите жителям Украиного Севера? Потому что люди живут в регионе, в котором 9 месяцев зима, полярная ночь. Есть какие-то особенности для этих людей? Для этих людей прежде всего и особенно важно употребление Д3, которое там в принципе не вырабатывается. У них не должно быть недостатка омега-3, полиненасыщенных жирных кислот, но вот Д3 им взять неоткуда. Поэтому этот компонент должен приходить абсолютно точно на регулярной ежедневной основе, иначе разовьются неприятные последствия. Еще, что крайне важно этим людям, это Nightworks, потому что у них очень серьезные нарушения дня и ночи, полярные ночи, полярные дни. Это тоже крайне негативно сказывается на здоровье человека, поэтому, собственно говоря, мы все с вами помним еще из советских времен, люди, работающие на Крайнем Севере, работали там какое-то время и потом получали какие-то привилегии от государства и включая какие-то высокие зарплаты. Потому что они платили за это своим здоровьем. Вот, собственно говоря, Nightworks и экстракаль – это то, что должно быть обязательно. Спасибо большое за ответы на вопросы, за потрясающую лекцию. Спасибо. Мы вас обязательно позовем снова. Вам, уважаемые зрители, спасибо, что к нам присоединились. Большое спасибо вам за внимание, за вопросы. Екатерина, вам спасибо большое. И я буду очень рада вновь встретиться с вами. И хочу сказать, чтобы вы использовали наш хэштег «Время пришло», потому что сегодня «Время пришло» заботиться об активном долголетии. Спасибо. Спасибо. Спасибо.